Листья Люди в небе ищут ответ Зачем детей, зачем стреляли, зачем цветы земли сорвали, за что мечты? Сегодня 2 сентября 2012 года. Мы находимся в более чем 1700 километрах от Москвы. Это Осетия, Беслан. Та самая школа, в которой 8 лет назад произошла трагедия, потрясшая весь мир. Мы ехали сюда с большим интересом и с некоторой опаской. В этом городе уже 8 лет у школьников нет 1 сентября. Каждый год с 1 по 3 число весь город вспоминает детей, учителей, родителей и спецназовцев, погибших при страшном теракте. А учеба начинается лишь с 5 сентября. В этом году, в день нашего приезда в том самом спортзале, где погибло больше всего детей, впервые служилась литургия. Сейчас мы находимся на кладбище, где похоронены жертвы Бесланского теракта. Это так называемый город ангелов, город погибших детей. Здесь 3 числа каждый год собирается весь Беслан. И под звуки метронома зачитываются имена всех 335, кто не вышел из школы номер 1 живым. Тотива, Тотива, Альбина, Тотива, Здраста, Тотива, Лариса, Тотива, Анна. Она только началась, только все построились. Только первые какие-то слова начали говорить. Там буквально минуты 2-3, наверное. И потом восслышались вот эти вот хлопки, и все побежали. Я вообще не поняла, в чем дело. Все ринулись просто к школе. Первое действие было, они начали отбирать сотовый телефон. То есть они сказали, что выкидываем себе сотовый телефон. Если мы находим один сотовый телефон среди вас, то есть мы убиваем 10 человек. Они террористы очень сильно злились, что с ними не идут на переговоры. И вот эту всю ненависть они вносили в спортзал. Поэтому еще больше как бы становилось шумно, потому что люди боялись, переживали, что происходит. Тогда вы ввели мужчину, сказали, если вы сейчас, то есть не замолчите, то мы его убьем. Мы его поставили на колени. Но волнение наоборот как бы возросло от того, что все стали переживать, что вы делаете. И его действительно убили прямо на глазах у детей. Все очень волновались. Нам оставалось только молиться. И вот под навесом все, кто был там во дворе, мы читали, обливаясь слезами, молитвы, молитвы, чтобы наши дети спаслись. Мы даже не допускали мысли, что кто-то может погибнуть. Третий день было уже очень тяжело, потому что было такое состояние, было все равно. Именно настолько без разницы. Убьют тебя, нет. Уже вот мы правда не могли. Без воды. И вот этот крип. Бабушка Ирина Захаровна Ханаева проработала в этой школе 54 года. Внутри, находясь в момент теракта, она даже умудрилась провести урок. Даже вот в спортзале, я когда сидела, я никогда не знала молитву «Отче наш», но я не знаю как, мне в голову она пришла. И вот я эти, я крестик вообще, хоть нас снимали кресты, но я не сняла свой крест. И на третий день, когда уже раздался взрыв, это какого-то рода, наверное, было спасение. Он раздался, это очень было и неожиданно, и помню, такая растерянность была и у террористов, и у детей. Потом стало еще страшнее, как будто пули свистят рядом с нами. Мы побежали в огород. Через огороды на другую улицу вышли. Там, значит, работал телевизор, и первые кадры уже стали рассказывать нам о том, что началось освобождение и штурм. Я очень волновалась и переживала, и каждый думал, что вот те дети, которые первые выбежали из школы, они именно там мой ребенок. Мы начали выходить из спортзала. Я помню, как мы наступали на трупы, было очень много трупов на земле. Да, конечно, они выгоняли заложников для того, чтобы использовать в качестве живого щита. Они в коридорах закрывались заложниками. И еще девочка рассказывала, вот в тот момент, когда произошел взрыв, там сверху что-то стало плавиться, и как горячий дождь пошел. Вот у них даже вот эти точечные ожоги. И она говорит, вот в этот момент я сразу стала просить ангела-хранителя, чтобы он нас накрыл своим крылом. Ну вот, что детское ее воображение, вот она представила, что ангел-хранитель может спасти ее. И на самом деле, она говорит, вот после этого ни одна капля на нас больше не упала. В какой-то момент раздался такой, как хлопок, и решетка отскочила от края этого окна. Она не упала, а отскочила. И наша повариха говорит, учитель физкультуралик, что ты сидишь и бери решетку, там, говорит, наши. И они, он и кто-то еще ему помог, они вместе отодвинули эту решетку. И она говорит, прыгайте, там наша каска мелькнула, мы ее увидели. Вот это был самый счастливый, наверное, момент за все время. Несмотря на то, что у меня в спортзале лежал раненый сын без сознания и убитая старшая дочь. И рядом со мной были другие дети и девчонки мои. И я понимала, что шанс есть хотя бы кого-то вытащить оттуда. И тогда Сима, наша повариха, говорит, я прыгну первая, если меня убьют, сидите. Вот она, почему-то мне так это врезалось, у нее в руках были оранжевые шлепанцы, такие пластмассовые. Она их выбросила в окно и сама прыгнула вслед за ними. И мы там увидели, как подхватил кто-то ее, еще мелькнула каска. И тогда стали выпрыгивать. Вот 12 человек, которые смогли это сделать первыми, это были мы, включая меня и мою младшую дочку. К сожалению, в момент, когда я стояла на окне и хотела помочь еще кому-то, там, племяннице своей, еще другим ребятам, в это время появился вот этот бандит Ходов. Крикнул, не выпускайте заложников. И из пулемета пустил очередь, и я выпала в окно. Вот так лежу и вижу с уголка буквально вот такие рыжие усы. Какого-то рода я смотрю и думаю, ну нет, у террористов были черные бороды, значит, это кто-то. Это был русский спецназовец. Вот пули лезли вот так вот, жертвуясь собой, со своими детьми, семьей, хотя мы никак не приходимся. Ну и сейчас, как бы, во мне есть осколки. Потом меня отвезли в ЦИТО в Москве, я проходила обследование, у меня тоже вытащили большой осколок. Сказали, они закапсулируются, то есть жить с ними можно. Ну, первое время мне дали даже справку, что если в аэропорту я где-то зазвеню, то есть что... Были дети с ожогами 45%, кто-то вообще, половина тела парализованная. Два года после этого, как будто для меня вот как закрытая тема, потому что я даже... Первый год я не могла не то что разговаривать, даже в школу, в любую не могла зайти. Конечно, с какой-то... в какой-то мере и вину чувствуешь, вроде какая, но все равно вот перед теми детьми, которые не вышли из зала. Эти два дня, проведенные в Осетинском городе, оставили необычное впечатление в душе. Мы много узнали, многое почувствовали. Мы даже не хотели уезжать отсюда, потому что необычная тишина этого скорбного города очень притягивала. Здесь все друг друга знали, все были как одна семья. Не нужно было слов, нужна была тишина. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»